Приветствую всех на канале Шелби. Как и обещал, выпускаю долгожданный видеоролик про историю моего клана Линтерс Гейминг. История моего клана не прям чтобы большая, но у меня есть что вам рассказать. Также в данной видеоролике опять же окунёмся в те самые былые времена. Судя по статистике прошлого видео, вам очень нравятся подобные атмосферные видеоролики. Ну что ж, готовьте свои лайки и подписки на канал с уведомлениями. Для меня это безумно важно, ну а для вас это делов не составит вообще. Безумно вас, друзья, всех благодарю за 15 тысяч подписчиков на канале, уже 15500 и мы растём просто стремительными шагами. И на этом останавливаться само собой мы не будем. В данном видосе вы увидите кучу фишек, кучу подсадок, кучу приколов. Как ты понимаешь, видос обещает быть интересным, поэтому авансом поставь лайкосик и не забудь про подписку на канал с колокольчиком. Ну а я уже довольно сильно затянулся вступлением, ребята, всем желаю приятного просмотра, ну и погнали. Если у нас с вами получится набрать на данном видеоролике тысячу лайков, будет очень-очень классно. Свою историю клан берёт ещё из далёкого 17-18 года. Всё начиналось в тот момент с игры Block Strike. И если тут есть много олдов этой игры, отзовитесь в комментариях. В то время я лично сам не понимал, что такое кланы, что они себя представляют вообще, что надо делать и какую суть они имеют. Для меня это было что-то наподобие, блин, нас вот пять человек, мы бегаем в обычной закладке бомбы и считаемся каким-то крутым кланом. Но в тот момент это было довольно далеко от нынешних реалий киберспортивных команд. В самом как таковом Block Strike кланы не добавляли очень давно. Разработчиков очень долго просили, но кланы мы, к сожалению, так и не увидели. Наш стак, в принципе, взял и распался, хотя это был даже не стак, а просто мы собирались вечерами и катали, блин, в зомби-режим. Единственное, могу отметить, это было реально забавно, фаново, ну и воспоминания какие-то приятные всё же об этом времени у меня остались. С каждым месяцем игра приедалась, становилась рутинной и мне переставало нравиться в неё играть. И вроде бы тем же годом, в восемнадцатом году где-то так, на просторах плеймаркета я нахожу игру Stand of 2. Если сравнивать, ту игру и нынешнюю это два разных продукта, абсолютно. Тогда не было ни кланов, ни торговой площадки, потому что её добавить немного позже уже. Игра по насыщенности контента была довольно скудной, поэтому я удалил её на полгода и вернулся уже к ней где-то в конце восемнадцатого, где-то так. Ну и в то время геймплей толком не отличался ничем. Все любили поиграть в закладку бомбы, Люсик, как обычно, снимал мувики в КБшке в командном бою и всех комментах просто охреневали от его скилла. Это то самое время, где люди спорили, кто лучше Ники или Люсик. Припоминаю, как в то время все очень ждали той самой легендарной дуэли Люсик против Ники, когда два супер-классных снайпера сразятся на одном поле боя. Реально классное время было. Стендов мужает, добавляются новые пушки, новые скинчики и выходит обновление 0.11.0, которое поменяло всё кардинально. Если до 0.11.0 турниры проходили в формате 4 против 4, потому что комментатору надо было перезаходить за командой, чтобы следить за теми и за теми игроками. Что сейчас у нас 5 на 5, есть отдельные места для, получается, комментаторов и всё как бы супер-пупер офигенно. Тогда ничего лучше, кроме перезахода комментатора за ту или иную сторону, больше никто не мог придумать. Благо в 0.11.0 это всё исправили и раньше, как вы, возможно, помните, люди, чтобы казаться одним единым составом, писали в начале никнейма у себя приписочку в квадратных скобочках. После 0.11.0 подобным колхозом уже больше никто не занимался, потому что нам добавили полноценные кланы, в которых были распределения по ролям, были правила и было много конкретного крутого функционала. Ну и с того момента начинается история всех моих кланов. Да, Линтерс Гейминг это не единственный мой клан, до этого клана было ещё несколько кланов, и давайте я вам вкратце про них расскажу. Первым и самым старым кланом был Just9, вот так вот он в принципе назывался, и мы колхозили вот эту приписочку с квадратными скобочками как раз таки. У данного клана особо большого будущего не было, он особо не развивался, у нас даже не было группы во ВКонтакте, а что не скажу про следующий клан. Следующий клан я начал развивать более ответственно, у него уже появилась группа во ВКонтакте, в которой мы публиковали разные скриншоты, победы, поражения против разных там составов того времени, в общем. Данный клан тоже потерпел поражение, ну точнее, ещё его просто забросили, перестали им заниматься. Всё потому что его название и его тег выглядели довольно убого, и в тот момент я видел Сейнсов, Хорайзенов, то есть теги реально прикольные. Я задумался, блин, почему бы мне не создать какое-нибудь такое звучное прикольное название. По итогу я пришёл к названию Линтерс Гейминг. Это мой единственный клан, которым я на протяжении года начал активно заниматься. Менялась куча игроков, куча составов. Ростер тоже неоднократно менялся, и мы за всё это время реально поменяли очень много игроков. После вроде как у нас получилось собрать какой-то сносный состав, и мы пошли в свой первый турнир. Пройдя в 1-4 финала, вся команда была очень рада, но, к сожалению, в следующем этапе нас выбили. Так как игроки не были на контракте, они могли спокойно в любой момент уйти в другие команды. Так вот, после нашего проигрыша два человека просто берут и ливают. В тот момент у нас была довольно неплохая сыгранная состава, которому, напомню, было всего две недели. Кто-то из-за того, что у нас довольно большой был инактив, ливает состава из-за того, что мы банально не играем праки. И состав просто распадается. После того, как состав распался, я сам лично пошёл искать другой клан. И у меня было довольно большое путешествие. Я бывал в разных кланах, начиная от всяких ноунеймов, заканчивая всякими юмесами, харазинами и тому подобное. Это не прям, чтобы крутые какие-то достижения, но в данный момент, пересматривая данные скриншоты, какая-то ностальгия, что ли, нападает на меня. Но, если быть честным, бегая по кланам, я себя не чувствовал в своей тарелке. Поэтому, всё же, по итогу, я вернулся в свой клан обратно. Набрал на тот момент самый классный из всех вообще составов, которые были у нас. Представляю вниманию, наш лучший состав Линтерса на тот момент. Это 20-21 год, где-то так. Энти Блейз очень много настреливал, постоянно шёл на первых местах. Красава. Дальше иду я с таким вот прикольным никнейм Сили, да, типа, шлак, конечно, никнейм, да. Дальше идёт Нерогетик, с которым очень давно были знакомы, он очень классно играл с телефона. Следующего молодого я, к сожалению, уже не вспомню, потому что он вроде в клане у нас пробыл совсем немного. Ну и всеми известный Кошер у нас в составе тоже находился. Составы, опять же, повторюсь, иногда менялись. И половина состава тоже, возможно, будет на скриншотах отличаться. Потому что на тот момент замены у нас довольно много было. Также у нас был отдельный человек, который отвечал за тактики. Вот что-то наподобие этого мы использовали иногда в раундах. То есть здесь конкретные проходы, какие-то действия от нас в раундах разных. К этим фотографиям также было приложено очень много текста. Конкретно каждый человек знал, что за что он отвечает. Было довольно продуктивное в тот момент время. Мы реально играли очень много праков в день. Много для нашего клана это было 2, 3, 4 прака максимум. Ну и как обычно это и бывает, состав, опять же, распался. Кстати, почти весь дизайн клану делал я. В тот момент я изучал фотошоп на телефоне. И довольно неплохо, в принципе, за все это время я прокачался. Вероятнее всего, послушав данную историю, вы скажете, я плохой капитан, плохой руководитель и так далее. Но поймите, для меня это был довольно неплохой экспириенс в работе с кланами. И в момент создания данного клана я всего лишь хотел набраться опыта. Что, в принципе, и сделал. Поймите, друзья. За то время, пока я занимался кланом, я научился лучше ладить с людьми. Делать конкретный график и расписание на пару дней вперед. Вместе работать над ошибками и просто становиться лучше. Это было реально очень крутое время, которое теперь запомнится и вам. Как небольшая история того, как мы бесщадно тратили ночи напролет, чтобы стать сильнее. Я очень надеюсь на то, что вам понравилось данное видео и вы поставите свой лайк. И на данный момент я очень сильно жалею, что половина того, что мы прошли в тот момент, нигде, никак не запечатлено. Только в мать его скриншотах. Но это хоть как-то раскрывает историю и хоть какую-то подробность о том, что происходило в те времена. Я очень надеюсь и верю в то, что у меня получилось хоть немного передать вам ту атмосферу старого стандоффа. И еще безумно надеюсь на то, что данный видеоролик не останется без вашей оценки. Твой лайк, комментарии, подписка на канал с уведомлениями, это все очень-очень важно. Если ты досмотрел данное видео до конца, напиши, пожалуйста, в комментариях слово лайк. Тогда я пойму, что данные видеоролики вам реально интересны. Увидимся, друзья, с вами уже в следующем видеоролике. Пока!